День добрый всем! Чуть-чуть новостей, поэтому делюсь с вами, как обычно. И на сегодня вашему вниманию первый фрейм пэк. Да, первый. И поэтому чуть-чуть, как говорится, блин комом, но совсем чуть-чуть. То есть, как говорится, в работе не мешает. И вот, что на данный момент могу показать из того, что у меня сейчас получилось. Это для удобства. То есть тут без нее как-то вообще не так. Вот такая вот штука вышла. Не знаю, что покажет заточка. Не знаю, в оправу собрать, конечно, вам большого ума не надо. А вот, что заточка покажет, вот это будет интересно. Закалились они, эти вот варианты, два пробника, опять же, на отлично. Хотя хотел не докалить чуть-чуть. Хотел занизить твердость. Хотя бы там единиц, там до 50. Нифига с ней вышло, 58. Возьми да получи. Вот как-то так вот. Да, великоват, конечно, размерчик. Но знаете, что это пробники. Я специально взял из неходовых моделек, когда вот они там вот вогнутые. Вогнутость имеет вот такие вот варианты. Ну, как неходовых. Кому как, на вкус и цвет. И поэтому вот взял за основу эти варианты. Второй вариант, я не стал дальше ничего обрабатывать, ничего с ним делать, потому что он чуть тоньше, чем этот. То есть, там вот этот, ну, как бы полотно, оно здесь тоньше. И при термообработке оно гульнуло. Тут, наверное, на видео не видно будет. Но гульнуло совсем чуть-чуть. Может быть, я его для себя все-таки сделаю. Увижу. Вариант не вариант, конечно, за тот. А тут что, кумом, да, чуть не забыл сказать. Блин, где же тут найти-то это все? Ну, вот, если вот увидите, вот, давайте вот так. Сейчас, 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 сейчас. Указку возьму, как в школе все. Вот. Ступешечка маленькая такая. А вот здесь ее, как бы, вот маленькая, нет. Ну, то есть, браком это не назовешь. А то, что есть не идеально, прям вот конкретно, прям ровно. Да, есть такое. Ну, кстати, да. Давайте вот, что я хотел сказать. К примеру, сейчас тогда, просто вот на данный момент вспомнил, что у меня сегодня с утра. Увидал комментарий от одного человека. Не буду сейчас называть имен, никого. Ну, мужик, мужик, нормальный мужик, обзор делает, бритвы, бреется. Все в порядке. Я там написал комментарий у Вадима под видео, что, мол, да, то, что берете на Авито, на Ебей, это кот в мешке, это реально никогда не знаете, что вы получите. И примерно процентов, ну, не знаю, 70, может, 80. Я не могу точно, прям вот, прям конкретно утверждать, сколько процентный это момент такой вот. Но вы там всегда готовы к тому, что вы получите конкретный брак. Не так ли? Ну, кто заказывал, там тот знает. Да, может быть, и хорошая вещь попасться. Может быть, даже прям будет реально радовать, и будет все хорошо. Ну, вот в ответ на мой комментарий, то есть, значит, мол, новые бритвы... А, да, я там сказал, по фото. По фото старые бритвы покупать опасно. А мне в ответ, мол, а новые покупать по фото, мол, типа, нужно. С намеком, типа, что берите у меня, не берите там на Авито или Ебей. Знаете, что я скажу вам? Вот если вы меня не возьмете, слава богу. Вот, честно слово, не расстроюсь. У меня есть кому брать. Не есть для кого делать, и это здорово. И те люди, они знают, куда обращаются, и знают, что я вам покажу вот этот косячок маленький, то есть расскажу, как затачивалось, расскажу все от и до. А вы уже будете решать, надо вам оно или не надо. Что вам расскажут, когда вы покупаете бэушную какую-то бритву? Ничего, только хорошее. Вот именно это я имел в виду. А ко мне приходит уже, то есть, с десятого круга. То есть, сначала люди покупают трудвачу, покупают вторую трудвачу, покупают, начинают там всякие там эти вот разные старые варианты. Брак, не брак, нормальный, ненормальный. И в итоге, когда уже накушаются всего вот этого, вот они обращаются уже ко мне за полноценной рабочей бритвой. Когда уже создается это понимание в сравнении о том, что люди уже имеют и что они могут иметь. То есть, с какими преимуществами взамен того, что они имеют. Вы думаете, я просто так вот эти бритвы произвожу? Просто тут нефиг делать, да? То есть, повторяю чьи-то там варианты, допустим, те же там какие-то импортные или там раритетные. А зачем оно надо? Их без меня полно. Я уже это говорил ранее в ранее, то есть, вот в каких-то видео там, что это глупо производить то или примерно то же, что уже есть. Это глупо, это бессмысленно, это никому не нужно, даже мне. Поэтому я произвожу такие вещи, которые порубят любую вещь, которая существует на данный момент в мире. Да, громко звучит. Но а ради чего тогда еще работать, объясните мне? То есть, если не ради этого, то есть, если вы берете бритвку, которая будет держать заточку от и до, то есть, как от и до, вы побрились, то есть, порубили волос, побрились, порубили волос, она так же рубит. Ну, думаете, ну, не буду я ее править недельку, да? А то и две. И нафиг мне-то надо по ремню ее катать. И будете бриться, и опять рубить волосы, она будет опять рубить волосы, и опять будет рубить волосы. И все будет хорошо. Правка здесь нужна просто, чтобы потом, в последствии, уже как бы слегка чуть-чуть не подсела бы заточка. То есть, вот только для этого. Для импортного же или раритетного варианта, ну, кто знает, давайте по-честному-то уж, давайте вот не будем сейчас вот, то есть, в небеса их подкидывать. Во время бритья большинство правят не один раз на ремне. Так? Так. У кого помягче щетинка, да, правят после каждого бритья или переда. Так? Так. Ну, где я сказал не так? Поправьте меня. Почему я бреюсь только своими бритвами? Только своими бритвами. Потому что свои бритвы я делаю так, чтобы они меня выбривали. Потому что, если я беру импортный любой вариант, неважно, новый, не новый, я прохожу вот такой вот участочек, ну, сколько там это, дециметр, два дециметра? Ну, так давайте в общем просто скажу. И она садится, и у меня идет раздражение. Она не бреет, я деру за счет этого раздражения. Что делать? На ремень, правильно. На ремне укатал кругов 25-30. Ага, еще дециметр прошелся. Уже хуже прошлась. Она уже издалека намекает на заточку. Оно мне надо. Это я лично про себя сейчас говорю. А сколько людей с такой же щетиной, как я? А? Сколько людей с такой же проблемой, как у меня? Поэтому не надо меня тыкать вот этим вот, что я там, не я, то, не то делаю. Вы пользуйтесь тем, чем вам нравится пользоваться. Меня, не подумайте, меня там никаким образом нельзя обидеть. То есть, это не обидка в ответ на комментарий. Это в общем. Это и вот даже к этому комментарию, вот тут 1% всего лишь. То есть, в сторону комментария 1%. Все остальное просто в общем. Ну, человек высказался, высказался. Я тоже имею свое мнение, и я говорю так, как я логически мыслю. Я так и сказал. Я ничего не придумал, ничего не навязывал, ничего не предлагал. Правильно? Да. Поэтому я и не против и ответов, то есть, мой адрес. Поэтому у каждого свое мнение, у каждого своя логика. А истина, она уже складывается вот в споре, как обычно. Ну, ладно, что-то я тут я вам амагогию развел, какое-то все. В общем, плавненько продолжаю я работы. Над фреймбэком. Лже фреймбэком правильно называется, потому что не лже. Это когда вот эта пластинка отдельно валяется. То есть, вот такая вот фигня. Ее туда в щелку там вставляют. В пазл, правильно сказать, если так-то. И зажимают. И поэтому получается вот такая вот, как бы, пластинка вставленная. Она даже могла бы быть сменной. То есть, раньше так, в принципе, и делали. Но нафига это вам надо, да? То есть, что вы туда можете поставить? А зачем вы ее будете менять? То есть, это вот вариант вечный. И он неизменный. Поэтому правильно мне вот и в контактах, и в ютубе подписчики мне всегда говорили, что лучше ложный фреймбэк, чем натуральный. Поэтому я к этому отнесся с пониманием. Я тоже так считаю. То есть, я, может быть, раньше так не считал. А вот, поговоря с людьми, то есть, мы пришли к этой вот истине, которая говорит о том, что да, люди сказали правильно. Я обдумал, да, вот даже ткнуть некуда, что, мол, тут не так, там не так, что-то нет. И поэтому я решил, что да, ложный фреймбэк рулит. И принялся за работу над таким вот вариантом. Вариантов, может быть, множество. Вот, опять же, можно вот это сделать фреймбэк. Можно, ну, любой, вообще без разницы какой. Единственное, что только постоянное вложение денег. Я вам как-то говорил, что я тут в полкиник уберусь, не уберусь. Я и в сотню не уберусь, оказывается. Поэтому продолжаю вкладываться, настраивать, налаживать, пробовать, производить. Вот так вот. Ну, что я, вроде бы, все сказал, показал. И вообще, что-то я уже затянул с разговором. Поэтому в рабке пока начал делать. Будут черный акрил. Вот для этого вот. Клиночка. Ну, это, как говорится, в кино спустя 20 лет. Ну, в нашем случае спустя. Не помню уже, 5-6 часов. 5-5, по-моему. В общем, уж очень мне хотелось посмотреть, то, что получится или не получится в итоге. И поэтому я доколебался до этой бритовки. И сделал вот такая вот штучка. Получилось у меня первый фреймбэк спустя, сколько там я не делал лет, 15, не знаю. Даже так вот. Да, грубовато. Согласен. Грубовато. Есть до чего докопаться. То есть, ну, вид, конечно, но это пробник. Изначально пробник. Поэтому, ладно, забыли. Вот. Сидел сейчас, затачивал его. Искал, какие косяки опять я допустил, какие нет. Косячок есть. Он незначительный, не влияющий ни на что, но он есть. Это вот пяточка. Вот отсюда, вот досюда. Очень долго прорабатывал я ее. И на кончике тоже. Вот зависал. Поэтому надо будет думать, почему. Ну, я, в принципе, знаю несколько вариантов, почему. Не допротер. Все не допротер. Вот. Но. Одно радует, что наконец-то я его сделал. И не радует то, что он у меня затюкал. Как-то так. Вот такая вот штуковина. Черный акрил, такой полупрозрачный. Если на свет ее посмотреть, то он будет темно-синим. Чуть-чуть просвечивать. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...